Золотой граммофон минус 2018, кто удостоился награды в этом году в Кремлевском дворце в 23 раз проходит церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой граммофон. Участников и зрителей в этом году ждало еще большее число сюрпризов, чем обычно поражающие впечатления масштабные декорации, выступления самых ярких звезд российской эстрады, за которых весь год голосовали поклонники и слушатели. И это еще недалеко не все, чему можно было удивиться. Конечно, финальный состав лауреатов, как и обычно, не разглашался до последних минут. Однако те, кто внимательно следил за ходом голосования, мог уже догадаться, кто будет фаворитом этого года. Вели церемонию потрясающий Иван Ургант и Сергей Светлаков. За их искрометный юмор они определенно заслужили отдельные награды. Первые же гости, появившиеся на красной дорожке, сразу попали под прицел нескольких десятков камер. «Посмотрите туда, посмотрите сюда и на меня тоже», слышалось со всех сторон. И звезды, улыбаясь, вертелись во все стороны. Одной из первых пришлось позировать Юлии Барановской. В очаровательном маленьком черном платье с вышивкой серебром она была очаровательна. Следом появилась и Юлия Ковальчук. На своей странице в Инстаграм звезда написала, хоть наша песня включил во мне свет и не получила золотой граммофон, но она впервые за 10 лет в принципе была на русском радио. Анна Семенович пришла в Кремле на других посмотреть, и, постояв на красной дорожке, себя красивую показать. Группа дискотека «Авария» и Николай Басковский «Песни и фантазер» Юлианна Караулова с песней «Просто так» получили свои золотые граммофоны одними из первых. Также премия вручена и Владимиру Преснякову-младшему. Так зрители и жюри отметили его песню «Слушая тишину». Сергей Лазарев, также получивший граммофон, написал на своей странице в Инстаграм, получил золотой граммофон за песню «Так красиво». Спасибо автору песни Артему Шиповалову за этот гимн любви. Песни «Ты мой человек» в исполнении Веры Брежневой не оставила равнодушными зрителей. Конечно, премия нашла свою героиню. Песни новой бывшей принесла красавица Ани Лорак десятую премию. Радуемся вместе с певицей. Что получится, если песню штриха исполнит Бурита? Правильно, восторг поклонников и золотой граммофон, врученный на сцене. Диана Арбенина и ночные снайперы, стопроцентные попадания. Синий цвет настроения Филиппа Киркорова оказался действительно магическим и принес королю российской поп-музыки 23-й по счету граммофон, отливающий золотом. Жах Алиб, дебютант золотого граммофона, а его песня Медина сразу принесла ему премию. Вклад в развитие отечественной музыки Ирины Аллегровой также отмечен золотым граммофоном. Заводная песня ЧК, которую исполнил Александр Рева, скрывающийся под псевдонимом Артур Пирожков, тоже принесла ему золотой граммофон. Иван Ургант от себя особо отметил под танцевку 101 «Далматинец», которая вполне органично вписалась в представление. Валерий Меладзе получил статуэтку за хит «Свобода» или «Сладкий плен». Две песни и два золотых граммофона, обворожительная, необыкновенная и потрясающая Полина Гагарина не могла получить меньше наград. А ведь можно было бы и больше. Финальным аккордом церемонии награждения стало выступление фронтмена группы «Руки вверх» Сергея Жукова, также получившего свою заслуженную статуэтку.